День семьи, любви и верности. Несколько десятков супружеских пар отметили праздник на торжественном мероприятии в амфитеатре Черкеска. 15 лет счастливого и крепкого брака. Какую модель семьи продолжают строить и укреплять сотрудник неведомственной охраны Росгвардии Залида Ковалева? В Карачаево-Черкесию посетил депутат Госдумы Сергей Миронов. В ходе поездки Сергей Михайлович провел пресс-конференцию с представителями СМИ региона. Икону Казанской Божьей Матери встретили в Черкесске. В Никольском соборе города собрались верующие регионы. Перед чудотворным образом отслужили молебен. Здравствуйте на телеканале Россия 24. Информационный выпуск. Вести Карачаева-Черкесия. В студии Дарья Тендит. Сегодня день семьи, любви и верности. С праздником жителей Карачаева-Черкесии поздравил глава республики Рашид Семрезов. Пожелал всем тепла, благополучия, добра и отметил, что в год семьи, объявленном президентом Владимиром Путиным, этот день наполнен особым смыслом. Ведь в России крепкая семья, высшая ценность, основа общества и опора государства. В столице Карачаева-Черкесии день семьи, любви и верности отметили несколько десятков супружеских пар, которые представители городского отдела ЗАГСа пригласили на торжественное мероприятие. За происходившим в офитеатре парка «Зелёный остров» наблюдал корреспондент Артур Мхце. До 2008 года в России не было традиции отмечать праздник, который позже приобрёл официальный статус. Законодателями моды выступили жители Мурома, собравшие 20 тысяч подписей под обращением о Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья. Идея пришлась по душе всем. Праздник стали отмечать ежегодно 8 июля. О том, что значит понятие семья и семейные ценности, рассказали жители Черкеска. Когда мы были ещё молодыми и неженаты, могли бы не понять смысл этих слов. А после того, как уже создали семью, уже у нас есть дети, мы знаем, что смысл всего этого состоит в детях. Счастье – это в детях. Если в семье есть дети, чем много, тем лучше. Я даже могу сказать в такой день всем семьям, всем молодым. Рожайте много. Пусть в семье будет всегда детский крик. Четверо, пятеро – это для семьи, это для нашего Кавказа, это обычное явление. Я считаю, что это один из самых главных праздников – День семьи, любви и верности, потому что это основа нашего существования – дети, родители, их взаимосвязь духовная, нравственная. Тем более в наше время, когда идёт пропаганда других ценностей, мы считаем, что этот праздник должен существовать. Вы видели творение прекрасное, чудесное воздушное явление, как ангел с неба два крыла летит, и с ней моя душа. Лирический танец исполняет Самира Шеремета. Десятки семей стали участниками торжественного мероприятия, организованного городским управлением ЗАГС. Большинство пар словно пришли на регистрацию брака. Разумеется, были и те, кто именно в этот день решили скрепить отношения печатью. Семейные ценности – это первоопределяющие ценности. Очень многие вещи в судьбе человека играют те привычки, навыки, те правила, которые они выносят из семьи. И где бы человек ни находился, на какой-либо границе нашей, охраняя наше спокойствие, либо на своей повседневной работе, всегда важно, чтобы его дома ждала семья, и чтобы его в семье ждало тепло. Поздравления и аплодисментов в этот день удостоились все семейные пары, выходившие на сцену. И те, которые только делают первый шаг в совместное будущее, и те, кто прожил рука об руку десятки лет. Тепло домашнего очага, поддержка друг друга в любой ситуации, взаимовожение. Супружеские пары пообещали оставаться хранителями ценностей, лежащих в основе дня семьи, любви и верности. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Несомненно, основа общества – семья. Она служит источником любви, счастья и душевного тепла. Именно такую модель семьи продолжают строить и укреплять сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Залида Ковалева. Браке она 15 лет, разногласий нет. Хотя супругам они разной национальности и исповедания. О секрете крепкой и счастливой семьи узнавал Альбина Ламкова. Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Залида Ковалева родилась в семье, где кроме нее было еще две девочки. Она была самой старшей дочерью. Ее мама работала в органах и воспитала своих детей в духе патриотизма и любви к родине. Когда Залида выросла, ее решили сосватать сыну коллеги и подруги мамы. Я познакомилась со своим мужем. Очень интересно. Наши родители работали вместе в органах. То есть можно сказать, что мы пошли по следам родителей. Мы познакомились. Они вместе дружили, отдыхали, ездили, работали. Мы познакомились. Где-то, наверное, нам было по 8-9 лет. Потом мы поженились. И вот уже мы в браке 15 лет. У нас есть дочка, ей 12 лет. Он сотрудник, я сотрудник. Очень интересно, конечно, знаете, не всегда, конечно, так хорошо было. Бывали какие-то трудности, но родители нам как-то привились с детства. Какой на самом деле должен быть брак? И вот этот вот институт брака, который идет испокон веков, вот именно тот, который раньше был, не сейчас. В выборе родители не ошиблись. Брак между Анатолием и Залидой оказался счастливым и крепким, несмотря на разные национальности и вероисповедания. Она карачаевка, а супругу русский. Для того, чтобы семья была счастливая, неважно, какая национальность у человека, вероисповедание и вообще, что из себя человек составляет. Самое главное – это человечность. И если ты человека любишь, то разницы никакой нет. Вот я в браке 15 лет, и у нас никогда не было с этим никаких проблем. Ни разу. Его родители всегда ко мне хорошо относились, мои родители всегда хорошо относятся. То есть мы с удовольствием ездим в гости друг к другу и общаемся на любые темы. И я даже могу посекретничать больше, наверное, с его мамой, чем со своей. В семье мы учимся любить и уважать друг друга, заботиться о близких людях и делиться радостью, говорит Залида. Супруги стараются проводить вместе как можно больше времени. Часто путешествуют всей семьёй, чтобы дочь Сабрина росла в атмосфере радости и счастья, рассказывает Залида. Знаете, мы воспитываем дочку, ей уже 12 лет. Мы стараемся прививать ей, самое главное, человеческие качества, чтобы всегда было уважительное отношение к любой национальности, к любому человеку, вероисповеданию. И несмотря на то, человек кем является в жизни. Залида и её семья являются примером того, как важно сохранять традиции и ценности семьи, где каждый чувствует себя важным и нужным. Главное в жизни, как бы это ни было, банально, наверное, любовь и уважение друг к другу. Если это всё будет, то несмотря ни на что, несмотря на какая национальность у человека, всё будет хорошо. Если семья будет счастливая и крепкая, то дети в ней будут расти здоровые, красивые, умные. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой приехал депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Миронов. В Малом зале Дома правительства республики Сергей Михайлович провёл пресс-конференцию с представителями СМИ региона. В ходе мероприятия народный избранник ответил на вопросы журналистов касаемо законотворческой деятельности депутата, индексации пенсии работающих пенсионеров, налогообложений, расчёта стоимости потребительской корзины, минимальной оплаты труда и развития туризма. Сергей Мирунов ответил на все вопросы и выразил благодарность правительству Карачаева-Черкесии за тесное взаимодействие. Обратите внимание, сейчас по закону, вот, допустим, пенсионер работает. Как только он уходит на пенсию по возрасту, ему насчитывалась индексация за все годы, пока он работал. Это справедливо и правильно. И мы говорим, ну хорошо, если мы с февраля 25-го года делаем индексацию пенсии, разве не будет справедливо, если мы проиндексируем все эти 8 лет и дадим им эту сумму? Пока тишина, но я уверен, что мы добьёмся вот этой индексации, ну потому что вот даже я специально привёл закон, да, ну, ерунда получается. То есть вот если я увольняюсь и прекращаю работать, не проиндексирует. А если я продолжаю работать, ну так дай ты бог, и хорошо, что ты работаешь, да, так почему бы государство не проиндексирует в этой все 8 лет? В ходе своей рабочей поездки депутат Госдумы Сергей Миронов посетил спортивный комплекс «Юбилейный Черкеска». Политика лично встретил министр по физической культуре и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов. Он показал, как функционируют спорткомплексы, также отметил, что 57% жителей республики занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Также Рашид Узденов подчеркнул, что поставлена задача выйти на 70%. Депутат Государственной Думы Российской Федерации высоко оценил состояние развития спорта в регионе и пожелал всем спортсменам успехов и побед. В выходные в Никольский собор Черкеска был доставлен московский список казанской иконы Божьей Матери. Икону встречал архиепископ Феофилак с духовенством Пятигорской и Черкесской епархии, председатель Народного собрания Карачаева-Черкесии Александр Иванов и множество верующих из разных регионов СКФО. Перед чудотворным образом был отслужен молебен. Путешествие иконы по 60 городам России проходит по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о победе. Черкесский образ казанской Божьей Матери будет находиться до 19 часов 8 июля, а затем в святыня отправится в Краснодар. Горячо будем молиться перед ней о том, чтобы ее материнским заступничеством Бог подарил всем нам мирную жизнь, чтобы Господь подарил нам радость видеть своих сыновей, своих друзей, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Помолимся ей о том, чтобы она укрепила их в мужестве, укрепила их дух, ну и, конечно, чтобы и наш дух был крепок, вера была твердая, непоколебимой и надежда была бы неиссякаемой. Икона Казанской Божьей Матери, 17 века, только такая старина, как говорится, ее, когда во время войны, она делали, иконы старинные брали, вот эта тоже икона была, облетали вокруг Москвы, когда немцы подошли к Москве. И мы, казаки, обязательно будем молиться за победу нашего оружия на Украине, чтобы добить там этот фашизм и искоренить его до конца, чтобы его больше никогда не было. Иначе не может быть. Все знаем, что сейчас по России идет крестный ход с этой иконой, и мы все молимся о наших воинах, о том, чтобы скорейшая наступила победа, и чтобы все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми. И вот мы все собрались здесь для того, чтобы встретить эту иконочку и помолиться Царице Небесной. Отметила свой юбилей заслуженный журналист Карачаевой Черкесии, главный редактор газеты «Черкесхэку» Люсана Абедокова. Об отношении к юбилейным датам и своем творческом пути Люсана рассказала нашему корреспонденту Белле Джозаевой. Интервью смотрите далее. Я с вами прощаюсь.